МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Какими криминальными событиями и происшествиями отметилась минувшая неделя, как всегда расскажем. Вы смотрите программу Пульс, студия Марина Каминская. Здравствуйте. 9 августа в Беларуси состоялись выборы президента республики. Большинство избирателей воспользовались основным днем для голосования, чтобы выполнить свой гражданский долг. В этот день на участке было действительно многолюдно. С самого утра уже идут голосовать, причем разные люди, и молодежь, и более взрослые люди. И это отрадно, потому что им не безлично, что будет с нашей страной дальше. Мне исполнилось в этом году 18 лет. Это мои первые выборы, я подошла к ним очень ответственно. Я изучала программы всех кандидатов, и я голосую за нашу стабильную Беларусь. Наши избиратели активны, соблюдены все нормы, рекомендации санпенс-служб. Предусмотрено также все для того, чтобы избиратели проголосовали так, как им нужно. В усиленном режиме во время голосования работали сотрудники милиции. Была организована работа оперативных штабов, как в Министерстве внутренних дел, так и во всех территориальных правоохранительных органах. Все помещения охранялись. Основная цель сотрудников милиции – обеспечить в тесном взаимодействии с членами избирательных комиссий безопасность избирательного процесса и не допустить нарушений общественного порядка. Погода в этот день голосования выдалась поистине жаркая. Градус события зашкаливал. Без массовых беспорядков, к сожалению, не обошлось. Информационное агентство Белта разместило сообщение председателя Следственного комитета Беларуси Носкевича, в котором говорится о том, что Следственным комитетом возбуждены уголовные дела по фактам массовых беспорядков и насилия в отношении сотрудников органов внутренних дел, произошедших на территории Минска и иных регионов страны сегодня ночью. Также сообщается, лица, участвовавшие в массовых беспорядках, оказывали сопротивление представителям охраны правопорядка. В качестве орудий преступления использовали мусорные контейнеры, палки, булыжники, стеклянные бутылки, тротуарную плитку и легковоспламеняющиеся жидкости. Десятки милиционеров пострадали, на местах происшествия работает порядка 100 следователей. Изучаются записи камер видеонаблюдения. Причастных к массовым беспорядкам лицам грозит до 15 лет лишения свободы. Также отмечается, правоохранительными органами будут приняты все возможные меры для защиты конституционного строя, сообщил глава Следственного комитета. Также он призвал не поддаваться на провокации и призывы к нарушению общественного порядка. О происшествиях и криминальных событиях минувшей недели прямо сейчас. Чрезвычайное происшествие на предприятии Гродно-Азот, в результате которого пострадал человек. Инцидент случился 7 августа в половину девятого утра в цехе метанола. Произошла разгерметизация крышки вентиля на линии кислорода, что вызвало вспышку без последующего горения. В результате происшествия один работник Гродно-Азот получил термический ожог. Причины и обстоятельства произошедшего уточняются, сообщается на предприятии. Технологический процесс не остановлен, угрозы городу, экологии, жителям и работникам предприятия нет. В Гродно следователи выясняют обстоятельства убийства. Вечером 30 июля в одной из квартир областного центра сотрудниками милиции были обнаружены тела мужчины и женщины с признаками криминальной смерти. Следствие рассматривает различные версии случившегося. По одной из них 45-летний мужчина нанес супруге множественные удары и от полученных телесных повреждений она скончалась, после чего он, находясь в ванной комнате, совершил суицид. Кроме того, в квартире с телесными повреждениями обнаружена их 12-летняя дочь, которая была доставлена в больницу для оказания медицинской помощи. Обстоятельства получения девочкой повреждений устанавливаются. По предварительным данным, супруги собирались расторгнуть брак и разделить совместно нажитое имущество. Проживали отдельно. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Расследование уголовного дела продолжается. В Гродненском районе под Мазом оказался 12-летний мальчик. Смертельное ДТП произошло в агрогородке Путришки. Школьник двигался на велосипеде сначала по тротуару, потом выехал на дорогу. В это время в попутном направлении ехал автопоезд с прицепом, за рулем которого находился 28-летний водитель, который, видимо, не заметил участника движения. В результате наезда ребенок погиб на месте. Участок дороги осмотрен. Назначены необходимые экспертизы. Обстоятельства аварии выясняются. По факту смертельного ДТП возбуждено уголовное дело. В Гродно задержан житель областного центра с марихуаной. В поле зрения правоохранителей с партии марихуаны попал 38-летний мужчина. Потенциального злоумышленника задержали сотрудники наркоконтроля Гродненского РОВД в пригороде областного центра, когда тот ехал на велосипеде. При себе у него находился пакет с наркотическим веществом. Сообщается, накануне гражданин выпивал и вспомнил, что несколько лет назад на одном из полей видел дикорастущую коноплю. Он отправился туда и смог добыть 64 грамма марихуаны. Подозреваемый пояснил, весь объем наркотика планировал употребить самостоятельно. Сейчас его действиям дана правовая оценка. Опасные детские игрушки китайского производства с высоким содержанием фенола выявлены в гродненских магазинах. Недобросовестные импортеры-производители маркируют их как сувенирную продукцию. Это значит, что она не попадает под действие технического регламента и никаких испытаний не проходит. Очень много фактов реализации в магазинах, которые торгуют по низким ценам. Реализация игрушек вообще не имеющих никакой маркировки на русском языке. В составе таких лизунов и слаймов есть и красители, и консерванты, и продукции изготовленные из вообще полимерных материалов, состав которых на упаковке не оговаривается. Был факт в мае, и этот же изготовитель, аналогичная продукция, аналогичная игрушка, мякиш, была отобрана, исследована в июле. И одна, и вторая не соответствовала по фенолу, превышение в два раза. По результатам лабораторных исследований, большинство опасных игрушек забраковано по индексу токсичности. Специалисты предупреждают, эти игрушки могут вызывать поражение кожи ребенка, аллергию и местное раздражение. К тому же, у санитарных служб области есть претензии и к одежде, предназначенной для детей до трех лет, которая продается на рынках и магазинах областного центра. В большинстве случаев это товары из Киргизской Республики и Российской Федерации. Лабораторные исследования выявили нарушение требований к безопасности, качеству и маркировке. Согласно выявленным фактам, специалистами установлен реестр опасных товаров, которые в свободном доступе для покупателей на сайте Гродненского областного зонального центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья. Пробы, которые у нас были несоответствующие, они все несоответствовали по гигроскопичности. Это показатели, которые регулируют теплообмен детского организма. И длительное ношение такой одежды с низкими показателями гигроскопичности или воздухопроницаемости может привести к тому, что нарушается процесс терморегуляции в организме ребенка. Это все может привести к повышению температуры кожных покровов, ну и в дальнейшем к нарушению пододежного микроклимата. Ну и вызвать, привести, в том числе и ухудшить здоровье ребенка, вызвать какие-то там потницы, либо еще аллергические реакции, если материал не совсем доброкачественный. В Березовке Литского района односельчанин спас мужчину на пожаре, чьи извечайное происшествие имело место 4 августа. О пожаре спасателям сообщил очевидец. Подразделения спасателей незамедлительно направились на улицу Маяковского, где из окон частного одноэтажного дома выбивались клубы дыма. Бойцы МЧС провели разведку, убедились, что внутри никого нет, и ликвидировали возгорание. Выяснилось, в строении проживает 44-летний мужчина. На дым обратил внимание местный житель Владимир Костюк. Он вошел внутрь, увидел возле кровати хозяина, вынес его на свежий воздух и вызвал спасателей. Огнем повреждено имущество, в веранде закопчены стены и потолок. Причина пожара устанавливается. Основная версия – неосторожное обращение с огнем при курении. В Скиделе 22-летний местный житель, управляя автомобилем BMW, не справился с управлением и оказался в кювете. Молодой человек о случившемся в милицию не сообщил, а позже и вовсе покинул место происшествия. Спустя некоторое время он почувствовал себя плохо и за помощью обратился к медикам. Как выяснилось, позже в результате ДТП он получил различные травмы. По факту автомобильной аварии производится проверка. К слову, водительского удостоверения молодой человек никогда не получал. В Лиде было зафиксировано ДТП с участием мотоцикла. 27-летний водитель мотоцикла «Минск» совершил наезд на бордюрный камень и упал с транспортного средства. Причиной происшествия стала неправильно выбранная им скорость во время движения. С различными травмами мотоциклиста госпитализировали в больницу. По факту ДТП проводится проверка. 4 августа в Лиде столкнулись Сузуки и Фольксваген. В 10 утра на улице коммунистической водитель 93-го года рождения на мотоцикле Сузуки не справился с управлением и совершил наезд на двигавшийся впереди Фольксваген. В результате ДТП мотоциклист получил серьезные травмы, с которыми и был госпитализирован в больницу. В аварии, произошедшей в Вороновском районе, пострадала пассажирка. 4 августа на автодороге Ивье-Липнишке-Бастуны-Радунь опрокинулась Шкода. По предварительной информации водитель выбрал небезопасную скорость движения и в результате оказался в кювете. В больницу после ДТП доставили пассажирку автомобиля. 42-летняя женщина получила перелом предплечья. Случаи в жизни бывают разные. Многим приходилось, а может еще придется обратиться к нотариусу за разрешением каких-либо вопросов. Специалисты нотариальной конторы помогут и подскажут тем, кто нуждается в юридической помощи. COVID-19 нарушил планы многих граждан. А вот нарушил ли он планы наследников о том, как вступить в права на наследство. Сегодня поговорим с нотариусом Еленой Витальевной Матяз. Здравствуйте, Елена Витальевна. Что поменялось? Процедура приобретения наследства осталась неизменна. Для того, чтобы получить наследство, наследник должен его принять. Это не происходит автоматически от родителей к детям, от мужа, жене и так далее. И даже если вашу пользу составил на завещании, это не означает, что вы не должны обратиться в установленный законный срок к нотариусу. А изменились ли сроки для принятия наследства? В отношении сроков ничего не поменялось. Срок установлен законом в течение 6 месяцев со дня смерти наследодателя. Со смерти наследодателя открывается одно наследственное дело. Если наследственное дело уже открыто и вы не знаете, у какого нотариуса, вы можете обратиться на сайт Белорусской Нотариальной Палаты. Там в открытом доступе содержится информация обо всех заведенных наследственных делах. А способы принятия наследства поменялись? Принятие наследства осуществляется двумя способами. Первое – это подача заявления о принятии наследства или заявление о выдаче свидетельства о праве наследства. И второе – путем фактического вступления во владение и пользование наследственным имуществом. Если со вторым способом все понятно, если вы прописаны вместе с наследодателем, по одному адресу на момент смерти, если вы приняли меры к сохранности наследственного имущества, вы уже фактически вступили в наследство, то с подачи заявления существуют определенные нюансы. Во-первых, заявление подается по месту открытия наследства. Местом открытия наследства является последнее постоянное место жительства наследодателя, если оно неизвестно, нахождение его недвижимого имущества или основной части движимого имущества. Как подать заявление потенциальному наследнику? В сложившейся ситуации заявление о принятии наследства или заявление о выдаче свидетельства о праве на наследство можно направить в нотариальную контору почтой или телеграфом. В какую конкретно нотариальную контору необходимо направить это заявление, можно узнать на сайте Белорусской Нотариальной Палаты. Важно знать, если заявление сдано в выделение связи до истечения 6-месячного срока, но поступит нотариусу после истечения срока, наследник считается своевременно подавшим заявление о принятии наследства. Заявление о принятии наследства может быть подано в простой письменной форме. Это означает, что оно не требует нотариального заверения, на нем можно не проставлять апостиль и можно его не легализовать. В заявлении о принятии наследства должна содержаться необходимая информация. Фамилия, имя, отчество наследника, адрес его проживания, фамилия, имя, отчество наследодателя, дата открытия наследства. то есть дата смерти наследодателя, место постоянного проживания наследодателя, а также информация о том, что настоящим заявлением наследник принимает наследство. Иначе такого заявления в установленный срок достаточно, чтобы наследник не переживал о пропуске срока для принятия наследства. Елена Витальевна, а если наследник находится далеко, может ли он передоверить свое право вступления в наследство? Наследник может выдать доверенность, обратившись к нотариусу по месту своего жительства на представление своих интересов по вопросу осуществления наследственных прав. В такой доверенности может содержаться полномочия на принятие наследства, получение свидетельства о праве наследства, получение имущества, регистрация имущества и так далее. А можно ли вступить в наследство дистанционно? В настоящее время нотариус консультирует дистанционно по телефонам нотариальных контор или по видеосвязи с использованием мессенджеров Skype и Viber. Информацию о порядке дистанционного консультирования можно получить на сайте Белорусской нотариальной палаты. И несмотря на то, что консультация является предварительной, полную оценку обстоятельств нотариус может произвести только в виде все сведения и документы, это в дальнейшем позволит избежать обращения наследником в суд в случае пропуска срока. Елена Витальевна, спасибо вам за интересную информацию. По информации Минздрава на 9 августа в Беларуси выздоровели 64 935 пациентов с коронавирусной инфекцией. Новых случаев за сутки зафиксировано 112. Всего подтверждено 68 850 фактов. Умерли 587 человек с хроническими заболеваниями, отягощенными COVID-19. Будьте здоровы, берегите себя. Вы смотрели программу «Пульс». До встречи.